Так, друзья, спальню одну я полностью пропилил, все коммуникации опустил вниз. Сейчас занимаюсь следующим этапом, это проклейкой межэтажного перекрытия, потому что снизу я проклеил все, а сверху нет. Вот, я потихоньку начал, идем, 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 и вот тут я пока закончил. Сейчас буду дальше тут клеить полностью весь контур, чтобы все было проклеено. А далее уже, думаю, пойду за утеплителем и начну потихоньку вкладывать утеплитель в эту комнату. То есть, чтобы можно было сделать уже потом пароизоляцию, накидать обрешетку, постелить фанеру и заняться утеплением потолка. Потому что пока я не закрыл теплый контур, в доме тепло еще не будет. Так что работаем, клеим, клеим, режем, все делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, закончил я утеплять одну комнатку, то есть такую, ну, самую простую, просто в этой комнате было поменьше всего. А помимо рулонного утеплителя, два слоя по 100, то есть, ну, равно 200, я еще сверху накидал пятерочки остатки. То есть у меня много остатков, то есть от утепления дома всякие вот такие треугольнички. То есть все равно тут в перекрытии в основном утеплитель несет как звукоизоляционные свойства. То есть и сверху вот так накидал, там кусочков накидал, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, то есть чтобы они не оставались, их как бы не выкидывать, не выбрасывать, а они приносили какую-нибудь пользу. Вот так комнатка выглядит. Сейчас будем раскатывать пароизоляцию, рисовать схему об решетке и попробуем сегодня еще где-то с пистолета налупить об решетке. Посмотрим, как что пойдет. Работаем дальше. Друзья, я вам буду вот так частями немножко записывать. Сейчас раскатал пароизоляцию. Какие нюансы? Ну, вообще, у нас эта пароизоляция нужна чисто для того, чтобы пыль от утеплителя, ворсинки там всякие, вот эти волоски не летели. То есть по центру пленка имеет клеевой слой, в принципе нормально, держит, можно будет оставить. Еще так пару скоб пристрелю, а по контуру, скорее всего, я все-таки проклею зеленым скотчем Дельта. То есть чтобы уже наверняка все было едино. Пусть будет, немножко потратимся, но зато уже буду знать наверняка то, что полностью комната защищена от утеплителя. Так что вот так работа идет. Вот тут немножко не хватило, как назло, 10 сантиметров. То есть придется вырезать полоску. Как раз на клейкую ленту приклею с этой стороны, а с той стороны уже проклею Дельтой. То есть все будет нормально. Так что вот так. Дальше надо рассчитывать обрешетку, рисовать сколько досок, выкладывать и накрывать фанерой. И уже можно будет ходить и заняться потолком. Дальше надо рассчитывать. Дальше надо рассчитывать. Дальше надо рассчитывать. так друзья обрешёточку мы закончили доску мы используем 20 на 95 сухую строганную пробился вершенными гвоздями берите на вооружение друзья кто будет тоже строится лишний раз запишите на камеру там на телефон или сфоткайте потому что забивая гвозди я раз резко задался вопросом а на какой высоте у меня проходит коммуникации то есть если вот сюда посмотреть то есть мы примерно видим что расстояние от начала лаги примерно 4 сантиметра соответственно больше 4 бить влагу нельзя то есть и я вот нарыл старые фотки видосы посмотрел да действительно 34 сантиметра гвоздь я бью полтинник доска двадцатка соответственно на 30 на 30 миллиметров я захожу влагу это нормально то есть обрешёточка у нас готова там две доски тут две доски шаг у меня каждые 20 между доской то есть по центром 30 принципе нормально центральную рассчитал так чтобы фанеру начну класть с этого угла и она ровненько ляжет посередине этой доски но в принципе я думаю сегодня хочу доделать фанеру полностью сделать полы в комнатке и уже будем ковыряться дальше то есть приступим к следующей комнате впиливать также коммуникации делать по полы но об этом уже увидите в следующем выпуске поэтому начинаем таскать фанеру кинем кидаем накидаем чтобы ходить уже кайфовать и можно делать уже было потолок а то к вечеру холодает а теплый контур не закрыт был бы закрыт можно было просто поставить конвектор и спокойно ковыряться так что надо ускоряться а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok маленькие куски видите вообще вот даже такие вот это все собираю вообще и все закидываю вверх поэтому следите за каналом подписывайтесь на канал все будем подробно рассказывать показывать ну я надеюсь что кому-то это пригодится я не профессионал я не учу а просто делаю и показываю что у меня получается ну и также ориентируясь на ваши комменты всем спасибо за просмотр всем пока пока